На днях я получил отличный вопрос. Он звучит так. Антонио, по твоему совету я купил красивую черную кожаную куртку. Поздравляю. У меня вопрос, какую обувь подобрать под такую куртку? Черные кроссовки? Черные классические туфли? Черные ботинки? Что ж, лично я бы не выбрал ничего из перечисленного. Почему? Разберемся в сегодняшнем видео. Итак, начнем с самого главного. Нет никаких правил, которые бы предписывали подбирать обувь под кожаную куртку. Однако я бы выделил три рекомендации, которым можно следовать, чтобы улучшить свой внешний вид. Совет первый. Ваши обувь и куртка должны дополнять друг друга. Полное совпадение не обязательно. Когда они дополняют друг друга, они усиливают общее впечатление. Эта обувь по стилю отличается от куртки. С одной стороны, замша темно-коричневого цвета, с другой, более гладкий кожаный материал светло-коричневого цвета. Сочетаются, думаю, да. Оба предмета коричневые и во многом похожи. Здесь нет конфликта между разными стилями, о которых я расскажу позднее. Просто хорошее сочетание. Говоря о замше, вот обувь, оливкового цвета. Она лучше дополняет куртку. Благодаря небольшому контрасту, именно ботинки будут приковывать к себе внимание. Это довольно редкий цвет, своеобразный индийский стиль. А что насчет этого сочетания? Вполне хорошее и практичное. Ничто не выделяется. Но при этом обувь снова в центре внимания. Классический белый цвет, основной элемент гардероба многих молодых мужчин. И я думаю, он отлично подойдет к кожаной куртке. В чем же была проблема с комбинацией черных туфель с черной курткой? Проблемы нет. Я лишь говорю о том, что нет нужды специально покупать обувь под черную куртку. Я бы посоветовал проверить ваш гардероб и найти что-то серого цвета. Что примечательно в серой обуви, так это то, что она сочетается с любым цветом, включая черный. Я думаю, что сочетание темно-коричневого с черным весьма хорошее. Многие люди не хотят смешивать коричневый с черным, но темно-коричневый цвет, особенно с такими темными оттенками, выглядит хорошо. Эти классические, элегантные и сдержанные ботинки. Взгляните на текстуру. Это действительно красивое сочетание. Другой вариант – темно-красный цвет. Он идеально сочетается с черным. Я дам вам совет. Взгляните на подошву. Если подошва черная, то обувь будет сочетаться с черной курткой. При этом, если вы хотите купить пару черных челси и носить с черной курткой, это также прекрасное сочетание. Но будьте осторожны с этими черными туфлями. И здесь мы подходим ко второму совету. Обращайте внимание на стиль. Это балморалы с отрезанными мысками. Это классические туфли с закрытой шнуровкой. Это обувь для торжественных случаев, которую стоит носить с костюмом, а не с такой повседневной вещью, как черная куртка. Стиль этой обуви гораздо более повседневной. Это классический блюхер, что видно по открытой шнуровке. Здесь вы можете видеть, что задник и берцы накладываются на союзку. Это подходит для более повседневных ситуаций и комбинаций с непарными брюками, спортивной курткой или даже с джинсами или кожаной курткой. Синяя замшевая мотокуртка и темные коричневые блюхеры с гладкой кожей также хороший выбор. Однако лучше выбрать коричневые кожаные кроссовки. Помните их? Они не очень хорошо сочетались с другой курткой, но здесь они должны составить хорошую пару из-за цвета куртки и ее текстуры. А что насчет серых замшевых Челси? Мне кажется, много замши. Цвета разные, но две вещи из замши сочетать не стоит. Если не согласны, напишите в комментариях. Что касается этой комбинации, цвета части сочетаются, но стиль совершенно разный. Куртка выглядит более повседневной и грубой. Туфли цельного кроя красивые, классические. Вероятно, предназначены для повседневного, но тем не менее костюма. Но не кожаной куртки. Третий совет, которому я подвожу на протяжении всего видео, сделайте так, чтобы один элемент одежды выделялся. Мне нравятся эти туфли и эта куртка, но буду ли я носить их вместе? Наверно, нет. Это перебор. Каждый раз, когда я надеваю эти Челси с двойным ремешком, я получаю комплименты. Женщины замечают, а мужчины спрашивают, где я их купил. Они красивые, но когда я надеваю их с этой курткой, именно на нее обращают внимание. Она немного ярче и выразительнее. Хороший выбор, однако вы упускаете возможность выглядеть на все сто. Мне нравится иногда шиковать. Действительно, хорошая одежда. Заставляет вас чувствовать себя уверенно и подчеркивает ваш стиль. Итак, если в вашем гардеробе есть несколько особых элементов, не нужно сочетать их в одном образе. Они будут конкурировать друг с другом, а не усиливать. О чем хотите узнать в следующем видео? Как насчет подробного гайда о том, как купить кожаную куртку? В этом видео я поделюсь с вами необходимой информацией и предостерегу от возможных ошибок. Именно этому я пытаюсь научить вас в Realmen Real Style. Обязательно посмотрите это видео.